Предновогодний месяц дарит каждому из нас не только суету в будни и праздничные хлопоты, но и возможность сделать этот мир чуть-чуть добрее. Подарить ребенку или пожилому человеку то, о чем он мечтает. В этом году на официальном сайте акции теплыйдень.рф размещены письма юных ямальцев, которые они написали самому главному волшебнику страны. Таковым может стать каждый. Подробности расскажет Дарья Самородова. Нарядная елка и множество коровок в ярких упаковках. Праздник не за горами и придет он в каждую семью. Уже традиционно в добрые акции теплый день принимают участие волонтеры, предприятия, представители власти и все неравнодушные люди. Не остались сторони и партийцы Единой России. Варечки, домик для кукол. К 15 подаркам от Единой России Евгений Зуйков прикрепляет поздравительные открытки со словами «С Новым годом». В разноцветных упаковках ждут своего часа приготовленные подарки. Машинки, кукла, игрушечные домики, тюбинг, рыцарский щит. Именно об этом просили в своих письмах юные лабытнанцы. Дарить для меня, по крайней мере, для моих коллег тоже, это всегда очень-очень приятная такая миссия. И вот поздравления, вот эти новогодние, мы как раз начинаем с этой акции, там, теплый день. Хотим вот эти вот желания новогодние ребят, чтобы они исполнились. Вот просто, чтобы они получили подарок и у них вот они поверили в сказку. 20 декабря с 11 до 15 часов молодежный центр станет пунктом приема всех подарков. Сегодня волонтеры украшают зал, чтобы к встрече благотворителей было все готово. Уже участники акции принесли часть подарков. Вот, например, домашний кролик ждет свою хозяйку. У ушастого еще нет имени, но шестилетней Полине, которая загадывала это желание, предстоит самой дать ему кличку. Все, о чем просили дети, еще не до конца исполнено. Из огромного числа желаний на лабытнанской страничке сайта остались невыполнимыми только шесть. Но это еще поправимо. Эта акция, в принципе, она направлена на исполнение добрых дел, когда вы можете подарить счастье маленькому ребенку. И я думаю, что, конечно же, эти моменты подготовки подарка, его покупка – это самое приятное. И особенно, когда приятно понимать, что, когда ребенок увидит этот подарок, конечно же, исполнится его мечта. Впереди самая волнительная часть акции – вручение подарков. То, о чем мечтали дети, они начнут получать с 20 декабря. Еще есть время, чтобы исполнить оставшиеся на сайте желания, на которые пока никто не откликнулся. Дарья Самородова, Николай Снегир, программа «Время местное».